Приветствую всех теле и интернет зрителей в эфире программа в центре внимания и сегодня, несмотря на очередной снегопад и вполне зимнюю обстановку за окном, будем говорить о весне. Так или иначе, но она неумолимо приближается и первой весточкой пробуждения природы становятся проводы зимы, то есть праздник Масленицы. Архангельск встречает его всегда очень ярко и разнообразно, а вот что будет в этом году, узнаем у заместителя начальника управления культуры и молодежной политики мэрии Архангельска Натальи Бокшеевой. Наталья Валентиновна, добрый вечер. Добрый вечер. И перед тем, как окунемся с вами в программу празднования 2015, давайте вспомним о том, как это было ровно год назад, сюжет о Масленице 2014 прямо сейчас. Архангельск встретил разгульную Масленицу, богатую на угощения, широкую на веселые конкурсы и необычные представления. Масленичный дух на набережной во всем. Веселые горожане, яркие палатки. Бойкая торговля привлекла горожан настолько, что порой за товаром выстраивались очереди. И самые длинные, конечно же, за блинами. Прекрасно Масленицу встретили, все время пекли блины. Каждый день в четверг приходили гости, блинами угощались. Так что все у нас весело и хорошо. В столице Поморья пир стоит горой. Архангелогородки искусно пекут блины, делятся секретами своего мастерства. С любовью, с настроением. Тогда они получаются очень вкусные, красивые, зажаристые. Только надо от души. Тогда будет все хорошо. Ведь не даром в народе говорят, что сколько за Масленичную неделю испечешь блинов, столько будет солнечных дней в году. Ну а пока выпекается очередной блинчик, на Северной Двине разворачивается технофестиваль «Двинские забавы». Вездеходы, снегокаты, буксировщики, мотособаки. Ко всему можно прикоснуться. Все желающие могут с ветерком прокатиться. Сегодня впервые здесь на пляже, на Северной Двине сделали вот такой слет для производителей. Такого полезного, с одной стороны забавного, потому что просто речь называется мотособака, но очень полезного транспортного средства, мотобуксировщика. Тем временем на одной из площадок развернулась игра «Масленичные заигрыши». Участниками стали как дети, так и взрослые. Дмитрий пробует свои силы в старинной русской забаве – ходьбе на ходулях. Аккуратнее, не торопиться. Давайте покажу просто как. Нужно вам просто встать, чтобы ручки-ножки ваши работали вместе вот так вот. Тяжело, конечно, первый раз. Когда еще ни разу не пробовал, то всегда тяжело. Но молодой человек не унывает, ведь он может попробовать свои силы во множестве других конкурсов, которых превеликое множество на «Масленичных заигрышах». Например, метание веников на дальность. Активные участники в ней – дети. Но без помощи взрослых тут не обойтись. Мы участвовали в конкурсе, бросали веники. Кто дальше бросит? Вот нам дали жетончики, сейчас мы будем получать призы вон в том автобусе. Поздравляем всех с «Масленицей». Желаем счастья, здоровья. Благодарим мэрию за организацию такого прекрасного праздника. Маленькой Карине очень понравились «Масленичные гуляния», хотя некоторые конкурсы стали для нее трудными. Я крутила обруч, но у меня почему-то, я не знаю, но у меня поднимается вверх, я без понятия почему. Зато Карина проявила всю свою ловкость во время масленичной забавы, которая так и называлась – блины. Победит тот, кто мастерски перевернет блинчики, не уронив их. Масленица – это блины и хорошее настроение. Это праздник, который нужно встречать всем вместе. Так и Дарья пришла со своей семьей на масленичные гуляния. Нам очень понравилось, погода хорошая, все организовано, много конкурсов для детей. За конкурсы дают подарки, конфеты. Мы хорошо отдохнули. Праздник «Масленицы» проходил сразу на нескольких площадках. Найти занятия по душе мог каждый. Сегодня праздник очень красивый, очень интересный. Погода помогла, солнышко вышло, чего очень хотелось. Спасибо создателям этого праздника. Итак, Наталья Валентиновна, все мы помним, вот сейчас уже вспомнили, освежили в памяти, как прошла широкая масленица в том году. Чего ждать в этом? Масленичная неделя начинается 16 февраля. Старт каким интересным событиям она даст? Ну, масленица – долгожданный праздник для всех нас, северян. Все мы соскучились по солнышку, поэтому все в ожидании этого праздника. Наши муниципальные учреждения культуры подготовили очень большую программу. И эта программа начнет реализовываться буквально 16 февраля. Ломодосовский дворец культуры подготовил очень увлекательную, интересную программу для школьников. Образцовый ансамбль русской песни «Северная граница» приглашает всех младших школьников на программу «Масленичный хоровод», познакомиться с народными играми, забавами, поучаствовать в различных состязаниях. На широкую масленицу ждет школьников и сказочный бренд нашего города – «Архангельский снеговик». В программе праздника представление с петрушкой, знакомство с историей, традицией праздника, ну и, конечно же, угощение пленами. Эти программы можно будет посетить в культурном центре «Солом Балаарт». Ну, я так понимаю, что округа, как всегда, встретят очень так же ярко этот праздник. А что, например, будет в культурных центрах в Цигламини, в Маймаксе? То есть там наверняка тоже грянут гуляния? Ну, мы масленицу отметим действительно широко, и народные гуляния пройдут во всех территориальных округах нашего города. В субботу народные гуляния пройдут у нас на острове Кега, в поселке Силикатном, в Соломбале, и в округе Майская горка, и также в Цигламине. А в воскресенье, 22 февраля, народные гуляния уже пройдут в Высокогорском округе, в Северном территориальном округе, в округе Варавино-Фактория и на острове Краснофлотский. Все эти народные гуляния пройдут у наших культурных центров, и начало их будет в 12 часов. Ну, с афишей также можно ознакомиться где? Конечно, на сайте мэрии, на сайте учреждений. Информация очень подробно размещена во всех средствах информации. Наталья Валентиновна, будут ли организованы познавательные, интерактивные, может быть, программы для ребят, которые расскажут о традициях, истории праздника Масленицы? Да, ну, несомненно, познавательный компонент будет включен во все программы и праздники, которые пройдут на этой неделе праздничной. Но особо хочется отметить об одной программе, которую подготовили специалисты нашего Центра традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка». Которая находится на Чумбарова, 15. Да, он находится на Чумбарова, 15, для тех, кто еще не знает. И он является филиалом Архангельского городского культурного центра. Вот эта программа называется «Сказ о том, как Масленица родилась». И в этой программе, конечно, в интересной познавательной форме будет рассказано о всех традициях праздника. Юные архангелогородцы смогут познакомиться с различными, поучаствовать в различных забавах и поучаствовать в мастер-классах. То есть семейное такое мероприятие? Семейное мероприятие. А времени в начале мероприятия можно также ознакомиться, конечно, на сайте учреждения. Хорошо. Наталья Валентиновна, тогда перенесемся все-таки уже поближе к кульминации праздника Масленицы. Но перед этим предлагаю посмотреть еще небольшой видеосюжет о кульминации праздника прошлого года, 2014. Шумно, гамно, да ладно! Ведь эта сударыня Масленица едет на своем красочном поезде. Как это и заведено, растягивается пестрое шествие на несколько сотен метров. Так собирается старый млад, чтобы разнести по всему городу добрую весть о скором приходе весны. Масленица – русский карнавал. Наши предки верили, этот праздник – символ сытой, богатой жизни. История считалась – кто проведет сырную неделю скучно и скупо, будет целый год невезочь. Потому широкой Масленице – размах, щедрость и веселье. Более двух тысяч человек собрались в Архангельский масленичный поезд. Праздник народный. Все гуляют, танцуют, все поют, все друг друга гощают блинами. Это просто здорово. Под масленичные заклички, щедро приправленные песнями под гармошку, шествие движется все дальше, к эпицентру проводов зимы. Во главе процессии царь и царица Масленицы. Гости праздника – певица Вика Цыганова и поэт-песенник Вадим Цыганов вместе с горожанами провожали зиму до следующего года. Это последний выплеск энергии. И дальше самая позитивная неделя – строгий пост. Подумать о душе, о близких, о любви, о родственниках. А сегодня отпустить свою душу погулять, хорошо отдохнуть, выпустить пар и обняться, поцеловать и попросить прощения друг у друга. Это самое главное. На широкую боярыню – это еще одно прозвище Масленицы. Не пускался в пляс, да не водил хороводы разве что к ворой. Потому едва масленичный поезд сделал свою первую остановку на площади мира, в веселый перепляс пустились и артисты, и зрители. Вот так отмечают масленицу по-поморски. Приходи весна скорей, мое сердце пошалей, мое сердце пошалей, выгони скорей чертей. Посмотришь направо – русская печка, глянешь налево – повозка с красой Масленицей. Праздник на Северной Двине шумит и гудит, увлекая, угощая, даря радость. Праздник Масленицы действительно древний праздник, и в городе Аркангельске очень любят. Потому что, наверное, не случайно мы Северный город, и очень хочется, чтобы быстрее закончилась зима и наступила весна. Да, ребята, хочется, чтобы весна. И с каждым годом хочется, чтобы уровень этого мероприятия был выше. Сегодня и праздник большой, христианский праздник, прощенное воскресенье. Поэтому по доброй традиции надо простить, оставить все плохое сегодня и уже в пост двигаться и помнить только хорошее. Масленица – один из немногих народных праздников, которому удалось сохранить свой исконный размах. Благорить, жарить блины и шутить по нраву всем возрастам. Здорово, весело, интересно, блинов много печем, вкусно. Блиноками встречаем, пирогами встречаем. А вообще-то сейчас и будем плясать. Веселая масленица – вестница скорой радости и тепла. Чтобы весна поспешила прийти, наши предки устраивали масленичную карусель. Она – образ солнца, согревающего землю. На масленицу было принято солнышко закликать, чтобы весна быстрее пришла, чтобы урожай были хорошие, чтобы ран не все вы были. Поэтому вот солнышко и призываем. В блинах валяется, в масле купается. Это тоже про масленицу. Она всю неделю именинница, а уж в последний день наряжается во все лучшее. Вот и решили красавицу украсть. Притаились разбойники. Поезд масленичный грабить задумали. Так и золотишко, золотишко нужно. А что, весну не хотите? Конечно, хотим. Весна, лето, золотишко надо, золотишко. Чтобы поезд смог продолжить свой путь, разбойники потребовали выкупа. Они нас заставили танцевать русские танцы. Очень здорово. Разбойники просто здоровские. Все семь масленичных дней – время озорства и гуляний. А еще это мужской спор, кто самый сильный. Масленичный поезд выезжает на Двинское ресталище. Здесь современные богатыри земли поморской силой миряются. Главные масленичные чучела Архангельска устанавливают на Снежной крепости. Штурмовать городок будут самые удалые молодцы. Это идет борьба зимы с весной. То есть зима защищается, весна атакует. Штурм снежного городка не занял и минуты. А после главный масленичный трофей продолжил свое путешествие на самодельном вездеходе. На набережной же приготовлена Костровая площадь. Здесь сударыня масленицы завершит свой разудалый путь. Ее сожгут, чтобы началась новая жизнь. Вот и погода на масленице уже была похожа на весеннюю. Все потому, что главным желанием в тот день стало... Уходи весна! Приходи весна! Наталья Валентиновна, итак, в этом году когда и где будет развернута главная площадка масленичного гуляния? Традиционно главной площадкой народного гуляния станет, конечно же, набережная Северной Двины. Городской праздник «Широкая масленица» стартует в прощенное воскресенье 22 февраля в 12 часов. Народные гуляния развернутся на набережной Северной Двины от улицы Логинова до площади Мира. Всех гостей праздника ждут всевозможные развлекательные программы, народные забавы, спортивные соревнования, выступления лучших творческих коллективов нашего города. Конечно, самых смелых и отважных ждет состязание на приз на традиционном ледяном столбе. А он где будет расположен как раз? Он будет расположен в районе улицы Карла Маркса, на самом пляже, на той же площадке. Ну и кульминация праздника, конечно же, станет сожжение чучела масленицы на берегу Северной Двины в районе площади Мира. Ну и всех гостей праздника, всех органгелогородцев будут ждать торговые ряды, угощения чаем, блинами, бубликами и баранками. Ну, без блинов, естественно, не обойдется. Конечно нет. То есть, какой праздник, в любом случае, они будут ждать горожан на всех площадках праздника. А какие-то сюрпризы гостей на городском празднике широкая масленица будут ждать? О которых, может быть, мы не скажем, но, тем не менее, они все-таки будут, чтобы сохранить интригу. О всех сюрпризах мы говорить, конечно же, не будем, на то они и сюрпризы. Но одна очень важная информация есть, и это информация для архангельских невест. Дело все в том, что на празднике состоятся смотрины архангельских женихов. Поэтому, юные сударыни, готовьте лучшие наряды, берите с собой родителей, подружек и приходите архангельских женихов выбирать. Ну, я вот, например, о такой традиции к своему стыду не знал. То есть, ну, надо было как-то мне заранее подготовиться и, возможно, тоже принять участие. Но есть уже желающие, как я понимаю. Ну, неделя ведь очень ответственная для архангельских невест. Ведь, кроме того, что свою красоту показать, они же всю неделю должны были блины печь, угощать, показывать в том, какие они хозяйки. Ну, то есть, праздник масленицы поспособствует демографической ситуации у нас в Архангельске в том числе. Очень надеемся на это. Наталья Валентиновна, и вот напоследок все-таки не могу не спросить. В интернете сейчас очень много предложений о том, как и где провести масленицу. Туры по области, туры в другие регионы страны, да, совершенно различные. А почему все-таки стоит встретить масленицу у нас в Архангельске здесь? Вот ваше мнение. Мы все любим свой родной город, и поэтому нужно прихватить с собой на праздник отличное настроение, собраться всеми горожанами и весело, задорно проводить зиму, которая нам всем уже надоела, и встретить красавицу весну. И чем больше придет горожан на праздник, тем быстрее весна наконец-то настанет. Наталья Валентиновна, нечего добавить к вашим словам, стоит только к ним присоединиться. И давайте еще раз повторим, когда и где пройдет широкая масленица на Северной Двине. Дорогие архангелогородцы, приглашаем всех в прощенное воскресенье 22 февраля в 12 часов на набережную Северной Двины на народный праздник «Широкая масленица». Спасибо большое за интересную беседу. До новых, не менее интересных встреч. Спасибо. Напомню, что гостем программы «В центре внимания» была заместитель начальника управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска Наталья Бакшиева. А я, Артемий Заварзин, прощаюсь с вами. До новых встреч. Обязательно увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok